Конфликты в семье Детей и родителей Надо внимательно относиться к каждому столкновению интересов детей и их родителей Ситуация Интересы Вадика часто расходятся с интересами его мамы Например, мама хочет смотреть одну телепрограмму, а Вадик другую Или же между сыном и мамой возникают конфликты по поводу выполнения тех или иных хозяйственных дел При этом мама не уступает сыну и заставляет его учитывать только ее желания Как будет развиваться личность Вадика, если мама всегда выигрывает? Решение Вадик негодует, но приказы мамы заставляют его признать себя побежденным Ведь мама убеждена, что надо ломать его сопротивление Дашь ему волю, так он и на шею сядет В семьях, где применяют авторитарные силовые методы Нередко коса находит на камень Дети быстро привыкают отвечать на давление извне Сами стараются влиять на родителей А если же родители выполнения своих желаний Сопровождают объяснениями или особой тактикой воздействия То ребенок становится зависимым, растет пассивным И пассивность, и агрессивность ребенка связаны с накоплением обид Поэтому чаще всего в таких семьях отношения не становятся близкими и доверительными Ситуация В семье Романа провозглашен принцип Мир любой ценой, и родители нередко жертвуют собой ради блага ребенка Как скажется на развитии личности ребенка такая тактика уступок ради поддержания мира в семье? Решение В этих случаях дети растут эгоистами, не приученными к порядку, не умеющими организовать свою деятельность Если в семье родители постоянно идут навстречу своему ребенку То в любой компании ему уже никто не будет потакать Не умея идти навстречу другим, такие люди, как правило, остаются в одиночестве Вопрос Как разрешать конфликты, чтобы в выигрыше остались и родители, и ребенок? Ответ Для успешного разрешения конфликта родителям рекомендуется активно выслушать ребенка Узнать о его чувствах, а затем в я-сообщении выразить свои ощущения Для успешного разрешения конфликта рекомендуется определенная пошаговая стратегия Первый шаг Сначала родители выслушивают ребенка Определяют, в чем состоит его проблема Что он хочет или, наоборот, не хочет Что ему нужно или не нужно Что ему важно и т.д. Активно слушая его, необходимо озвучить потребности, цели, интересы ребенка После того, как ребенок поверит, что родители понимают его проблему Он будет готов вникнуть и в проблему родителей Ребенок узнает больше и точнее об их проблеме Если он свое высказывание сможет облечь в форму я-сообщения Если родители прибегнут к запретам Нельзя и все Ребенок, не понимая, почему нельзя Встанет на путь конфронтации Каждое требование ребенка должно быть понято с точки зрения целесообразности Второй шаг Сбор предложений Теперь решается вопрос, как поступить Ребенок должен назвать свои предложения по решению конфликта Записать их на бумаге Не отвергая этих предложений, родитель, в свою очередь, предлагает собственные варианты решения проблемы Третий шаг Необходимо провести совместное обсуждение предложений Во время дискуссии каждый выслушивает предложения другого Каждый вникает в эти предложения Осознаются свои истинные желания Сообща проводится урок решения трудных вопросов Четвертый шаг Нужно осуществить детализацию принятого решения Например, ребенку пора самому вставать, завтракать и ходить в школу Но для этого надо научиться пользоваться будильником и разогревать завтрак Пятый шаг Выполнение решения Проверка Еще раз отслеживается, все ли было учтено в принятом решении Рассмотренный способ разрешения конфликтов основан на сотрудничестве Задание Проанализируйте, сколько раз вы обратились к ребенку эмоционально положительно Радостно приветствуя, одобрительно, с поддержкой Вспомните, сколько раз вы обратились к нему эмоционально отрицательно Упрекая, критически делая замечания Представьте себе, что вы встретили своего лучшего друга Постарайтесь изобразить мимикой или жестами свою радость от такой встречи Покажите, что он вам близок и дорог Теперь попытайтесь продемонстрировать те же чувства собственному ребенку, когда он приходит из школы Обнимайте вашего ребенка не менее четырех раз в день В каждой ситуации обращайте свое внимание на реакцию ребенка и на свои собственные чувства Правильное общение родителей с ребенком вырабатывает в нем способность к рефлексии, размышлению над своими и чужими переживаниями На собственном примере родители учат ребенка главным принципом отношения к себе и другим Они показывают ему, что у каждого есть свои чувства, есть право их выражать Усваивая родительское общение, ребенок, придя из школы, будет делиться тем, что в ней происходит Постепенно у ребенка будет расти его социальный опыт Круг его общения будет становиться более широким И он вырастет человеком, хорошо понимающим других людей Когда чувствуете, что ваши родительские усилия не приносят плодов, пора идти к психологу Глава пятая Особенности общения в младенческом возрасте Общение – это взаимодействие людей, направленное на согласование и объединение усилий с целью достижения общего результата Существование ребенка в языковой среде наделяет его активность специфическими человеческими особенностями Освоение речи в раннем детстве резко изменяет отношение ребенка с окружающим миром Общение можно определить как взаимодействие двух или более людей по поводу обмена между ними информацией познавательного или аффективно-оценочного характера Это основное условие развития человека как личности Для нормального общения по Лисиной должны соблюдаться четыре правила Первое. Общение предполагает внимание и интерес к другому человеку, без чего любое взаимодействие невозможно Например, во время разговора нужно смотреть в глаза собеседнику, проявлять внимание к его словам и деятельности Второе. Общение – это эмоциональное отношение к другому Третье. Общение – это инициативные акты, направленные на привлечение внимания партнера к себе Стремление вызвать интерес другого, обратить на себя внимание – наиболее характерный момент общения Четвертое. Общение – это чувствительность человека к тому отношению, которое проявляет к нему партнер В результате изменяется активность под влиянием отношения партнера Общение всегда имеет свое содержание, которое связывает людей Это может быть совместная деятельность, направленная на достижение результата Общая тема для разговора или обмен мнений по поводу какого-либо события Ситуация Главное в общении заключается в том, чтобы предмет общения, его содержание, был общим для тех, кто в этом процессе участвует Всегда ли предмет общения и его содержание совпадают у ребенка и взрослого? Решение Часто взрослые говорят об одном, а ребенок воспринимает другое И поэтому появляется недопонимание Задача воспитателя, родителей, как раз и состоит в том, чтобы создать общность в осознании смысла разговора То есть взрослому нужно понять ребенка и вовлечь его в то содержание, по поводу которого происходит общение Лисина отмечает, что не любое взаимодействие может быть названо общением А только такое, в котором присутствуют следующие признаки Внимание и интерес к другому человеку Эмоциональная вовлеченность во взаимодействие Наличие инициативы привлечения партнера к себе Чувствительность к отношению со стороны партнера Эти признаки реализуются по-разному в зависимости от возрастного контекста и возможности людей Общение как фактор развития ребенка обязательно должно быть эмоционально позитивным Потому что первоначальные привязанности, устанавливающиеся у ребенка на основе импритинга Во многом определяют в дальнейшем его социальную жизнь Общение продолжает совершенствоваться и во взрослом возрасте В то же время у достаточно взрослых людей мы можем встретить психологически незрелые формы общения Которые порождают различные конфликты и кризисы Нартова, Бочевер и Потапова выделяют следующие особенности развития общения От объективности к субъективности Ребенок как партнер по общению рассматривается в качестве личности А не в качестве объекта манипулирования, удовлетворения собственных потребностей взрослого В этом случае ребенок проявляет инициативу, становится активным в общении От монологичности к диалогичности Человек начинает ориентироваться на обратную связь, получаемую от партнера по общению То есть приобретает социальную чувствительность От импульсивности к рефлексивности Человек учится контролировать свои непосредственные побуждения Подвергая их цензуре сознания Вследствие чего общение становится менее спонтанным, но более нормализованным Что особенно важно для периода детства Возрастает роль сознания в общении От вертикальных отношений к горизонтальным По мере взросления человека Все большее место начинают занимать контакты с равным по статусу В отличие от детства, когда роль сверстников относительно невелика От ситуативного к личностному Общение выходит за рамки наличной ситуации В результате чего оно может происходить во внутреннем плане и становиться избирательным То есть не потребности и ситуация А внутреннее стремление определяет предпочтение партнера В практической диагностике общение ребенка обычно учитывают две его стороны Активность и чувствительность к партнеру В психотерапии обращают внимание и на другие критерии его развития Общение ребенка с внешним миром начинается очень рано Еще до рождения младенца его органы чувств способны воспринимать информацию извне Вестибулярный аппарат, реагирующий на изменения положения головы и тела в пространстве Начинает работать у зародыша в 6 недель Кожная чувствительность появляется в 10 недель Органы слуха в 14 То есть с 4 месяца после момента зачатия Плод ощущает то, что чувствует его мать Слышит голос отца и различает их настроение Ситуация Подруги Аня и Надя вместе росли, учились, мечтали о детях Почти одновременно забеременели, но Аня была замужем, а Надю оставил ее друг Аня и ее муж часто размышляли о том, кто родится, мальчик или девочка Каким будет их ребенок Женщина обсуждала предстоящее его рождение с подругами Со своей мамой, которая показывала ей свои детские фотографии Рассказывала о первых годах жизни Ани В сознании будущей мамы возникал и формировался образ ее будущего ребенка Надя в это время переживала разрыв со своим женихом И потому рождение будущего ребенка воспринимала только как абузу В конце концов она вынуждена была оставить ребенка лишь под давлением обстоятельств По медицинским показаниям нельзя было сделать аборт Каким образом на Аню и Надю повлияет психологический проект будущего ребенка Как это отразится на общении женщин со своими детьми после их рождения Исследования показывают, что задолго до рождения ребенка у матери складывается определенное к нему отношение Либо она любит его и желает, чтобы он родился, как видно на примере Ани Либо воспринимает его рождение как абузу Пример с Надей Психологический проект ребенка заранее формируется ожиданиями матери Своим отношением она уже предопределяет, что ребенок будет обладать определенными чертами личности, характера и способностями И после его рождения мать может быть и бессознательно начинает общаться с ним в соответствии с этим проектом Ситуация Эрих Фром в своей книге «Человеческая ситуация» отмечает, что на процесс повседневного ухода за ребенком и на общении с ним Мать как бы переносит проект своих ожиданий В каких формах происходит передача этого проекта от матери к ребенку? Решение Проект ожиданий передается как через оценочное отношение к ребенку по поводу того, что он сделал или не сделал Так и посредством взглядов, прикосновений и интонаций голоса матери Иногда родители производят такую передачу целенаправленно, но все же чаще это происходит неосознанно Лисина выделила различные формы общения, каждая из которых описывается по пяти параметрам Время появления в антогенезе, место в системе жизнедеятельности, содержание удовлетворяемой общением потребности, ведущие мотивы, основные средства Ведущими мотивами являются познавательные, деловые и личностные Познавательные мотивы обеспечивают стремление к новым впечатлениям Деловые опосредствуют развитие активной деятельности ребенка А личностные обеспечивают удовлетворение эмоциональной потребности в общении именно с данным конкретным взрослым Средства общения выражают, изображают, обозначают содержание общения и могут быть экспрессивно-мимическими, предметно-действенными и речевыми Каждый этап развития общения ребенка со взрослым тесно связан с особыми его формами Непосредственно эмоциональное общение до 6 месяцев Доминирует потребность в доброжелательном внимании Проявляется только сопереживание в контексте ситуации, за пределами которой мотивы ослабевают Ситуативно-деловое от 6 месяцев до 2 лет Преобладает потребность в сотрудничестве Общение также возникает по поводу помощи и сотрудничества Чисто эмоциональное общение отходит на второй план Ребенок начинает знакомиться с предметами, а взрослые для него – средства владения предметным миром В этот период формируется речь Внеситуативно-познавательная С 3 до 5 лет Его содержание выходит за рамки отдельной ситуации и связано с речью Для такого общения характерными признаками являются хорошее владение речью и любознательность Внеситуативно-личностная 6-7 лет Самая сложная и высшая в дошкольном возрасте форма общения Для которой важны совпадения взглядов, разделение мнений Для этого общения характерна развитая потребность в сопереживании и понимании, наличие личностных мотивов и умение пользоваться речевыми средствами Значение внеситуативно-личностного общения состоит в том, что ребенок учится принимать разные роли и строить свои отношения с другими людьми Эмоционально-личностное общение Человек рождается и с первым кормлением, с первыми материнскими прикосновениями и улыбками он начинает впитывать эмоции и чувства родных ему людей Будь то их искренняя радость при виде младенца или скрытые раздражения от его действий Мать, угадывая желание ребенка, берет его на руки, разговаривает с ним Так начинается их общение Маленький ребенок абсолютно зависим от взрослых Он не может выжить без чувства безопасности, которое дают ему близкие люди Именно поэтому он испытывает инстинктивную жизненную потребность принадлежать к семье, в которой он родился Ребенок должен чувствовать себя частью своей семьи Создать понимающие и гармоничные отношения непросто Если родители росли в доброжелательной атмосфере, то они, скорее всего, примут своих детей такими, какие они есть И те всю жизнь будут чувствовать себя в безопасном тылу Но если в детстве человек страдал от невнимательности отца и матери Тогда в отношениях со своими детьми он, скорее всего, будет воспроизводить жесткий стиль отношений, который когда-то испытал на себе Ребенок чувствует любовь родителей и откликается на любые слова и действия родителей, приспосабливаясь к тому образу, который диктует ему семья Безоговорочная любовь, которую дети питают к своим родителям, опирается на детскую логику Принадлежать к семье значит быть похожим на тех, из кого она состоит Первые шесть месяцев идущей формой общения является эмоционально-личностное общение В среднем к двум месяцам у ребенка возникает комплекс оживления, что знаменует собой переход от новорожденности к младенчеству Выгодский считал комплекс оживления, который проявляется в зрительном и слуховом сосредоточении, улыбках, гулении, выживлении моторики ребенка в ответ на появление взрослого Внутреннее противоречие этой ситуации, по мнению Выгодского, состоит в том, что ребенок максимально нуждается во взрослом и не имеет средств специфического воздействия на него, кроме плача и двигательной активности В первые месяцы у ребенка возникает чувство привязанности к взрослому, которое делает его очень восприимчивым к общению Любовь родителей к их детям неинстинктивна И дети также неинстинктивно влюбляются в своих родителей сразу после рождения Новорожденные и родители настраиваются друг на друга, обмениваясь взглядами, улыбками, голосовыми знаками Таким образом, в первые полугодия жизни ребенка ведущим видом его деятельности является непосредственно эмоциональное общение Вопрос, почему именно эмоционально-личностное общение должно быть ведущим на ранних стадиях развития ребенка? Ответ Малыша привлекают только личность взрослого и его отношение к нему Никакие качества взрослого он еще не выделяет Ему все равно, какими знаниями обладает взрослый, как он выглядит и во что одет Несмотря на примитивность такого общения, оно побуждается личностными мотивами, эмоциональностью взрослого Средства общения носят экспрессивно-мимический характер Внешне это выглядит как обмен взглядами, улыбками, как гуление со стороны ребенка и ласковый разговор со стороны взрослого Из которого младенец улавливает только внимание и доброжелательное отношение к себе Вопрос Охарактеризуйте элементы эмоционального общения взрослого с младенцем Ответ Элементы эмоционального общения следующие Происходят зрительный контакт глаза в глаза Произносятся ласковые слова Поются колыбельные песни Родители нежно прикасаются к младенцу Нередко одно появление матери поднимает настроение малыша Эмоциональное общение способствует хорошему настроению ребенка Расположение духа ребенка и находящегося рядом с ним взрослого Как правило взаимообусловлено Спокойный ребенок, уход за которым не осложняет жизнь родителей Может способствовать формированию доброго и мягкого к нему отношения В то же время взрослый чаще улыбается приятным, спокойным, улыбчивым детям С другой стороны, раздражительный ребенок может нервировать родителей Все это не случайно Замечено, что у живо реагирующих на окружающую обстановку детей Обычно эмоционально реагирующие матери Ситуация Малыш Дима лежал в кроватке и плакал Короткая оа, в котором слышалось неподдельное отчаяние Разносилась по квартире Подошла мама, склонилась над ним Да что же это с ним стряслось? Кто обидел нашего Димулю? Сейчас маленький плакать перестанет Ребенок и вправду стал затихать Сквозь гримасу плача пробилось подобие улыбки Он радостно задвигал ручонками Глаза заблестели Что же Диме было надо? Решение Надо было просто с ним пообщаться Непосредственно и эмоционально Мать обычно отвечает за психическое развитие ребенка И только от ее мудрости, умений и психического здоровья Зависит психическое здоровье ее детей Их успехи и неудачи Ситуация Миша два месяца Легко увлекается каким-нибудь занятием Но столь же легко забывает о нем Потеряв игрушку, он горько плачет Мама, предлагая ему новую, быстро приводит его в радостное состояние С чем связано такое ситуативное поведение Миша Решение Такое ситуативное поведение детей Объясняется тем, что между мотивами Побуждающими ребенка к действиям Еще не установлены какие-либо отношения Все они равнозначны И поэтому до трех лет Ребенок не может сознательно пожертвовать Чем-то привлекательным ради другой, более значимой цели Зато даже сильное огорчение легко развеять каким-нибудь пустяком В данном случае предложить новую игрушку Ситуация Иногда ребенку неприятные прикосновения взрослого Как должен поступать взрослый в таких ситуациях? Решение Каждый ребенок по-своему воспринимает прикосновения взрослого В некоторых случаях интуитивно у детей возникают После такого физического контакта неприятные ощущения От взрослого зависит только то, что он может Или укрепить подобное ощущение Или постараться по возможности его уменьшить Потребность в общении у младенца возникает Под воздействием определенных условий Он испытывает острую нужду в уходе В заботе взрослого То есть у ребенка ведущей является потребность Устранить дискомфорт И удовлетворить органические потребности Поэтому новорожденный подает сигналы В виде крика, гримас, аморфных движений Причем эти сигналы Не адресованы конкретному взрослому Но воспринимает их в первую очередь Самый близкий человек, его мать Все ее действия направлены на ребенка Все ее поведение обусловлено его желаниями К трем месяцам Ребенок воспринимает лишь экспрессивную сторону речи Улыбается, вокализирует, активно реагирует на происходящее вокруг него Несмотря на это, мать общается с ребенком так Как будто тот может адекватно реагировать на ее воздействие Это выражается в том, что она разговаривает с ним Ищет ответные знаки на свое обращение Удовлетворяет его потребности Оценивает его поведение Поощряет, порицает Ситуация Света 4 месяца Улыбается в ответ на улыбку матери Начинает активно двигаться Гулить, привлекая к себе внимание Как будет дочь реагировать, если мама Оставит ее без внимания и уйдет по своим делам? Решение Света громко и обиженно заплачет Самое обидное для испытывающего потребность в общении младенца Если взрослые не обращают на него внимания Даже гнев мамы они воспринимают с радостью Так как чувствуют обращенность к себе Потребность во внимании взрослого Основная потребность в общении Остается на всю жизнь Мать должна чаще улыбаться, разговаривать с ребенком И ласкать его Ситуация Аня нередко хвалит своего ребенка Ты хороший, я тебя люблю У тебя все получится Надя же говорит своему ребенку другие слова Если ты будешь лучше, я буду любить тебя Ты хуже, чем мне хотелось бы Каким образом отношение Ани и Наде к своим детям Повлияет на их психическое развитие? Решение У Ани ребенок получает позитивный настрой Мама проектирует его на хорошее отношение к самому себе Закладывает в нем умение Без всякого сомнения положительно принимать самого себя Я лучше всех У Нади же ребенок будет метаться в поисках собственного человеческого я И мучительно сомневаться в самооценности Я хуже всех Мне не за что себя уважать Усвоение ребенком самооценки Позитивной или негативной Происходит на уровне его доминирующего состояния Оптимизма, активности или пассивности апатии Общая направленность личности записывается в бессознательную сферу психики ребенка У отзывчивых матерей дети вырастают более разговорчивыми и общительными Ситуация Мама, стремясь не баловать своего малыша Не приучает его к излишнему вниманию Сухо и формально исполняет свои родительские обязанности По часам кормит, пеленает, гуляет Не выражая при этом никаких радостных чувств Как скажется такое воспитание на психическом развитии ребенка? Решение Строгое формальное воспитание Погубно для маленького ребенка В его поведении закрепляются пассивность И привычка не ждать ответной реакции на проявление чувств В раннем детстве закладывается основа личностного развития Поэтому необходимо уделять ребенку внимание И проявлять к нему доброжелательность В связи с этим родителям следует Заложить интерес ребенка к людям, предметам И явлениям окружающего мира Ситуация Бабушка слишком требовательна к своей дочери Маме ребенка И считает, что та недостаточно хорошо заботится о малыше В связи с этим бабушка постоянно критикует и ругает дочь Как это скажется на психическом развитии младенца? Решение Приход своей матери будет вызывать у молодой женщины чувство тревоги и вины Которые в усиленном виде будут передаваться малышу Если же молодая мама передаст бабушке свои материнские функции То ребенок будет напуган У него появится чувство брошенности Ситуация Машу, молодую супругу, раздражает то, что ее муж Андрей пытается участвовать в уходе за малышом Ее негативные чувства передаются ребенку И тот начинает плакать Маша винит во всем Андрея и прогоняет его Не видишь, он тебя боится Как такая ситуация повлияет на психическое развитие ребенка? Решение Мать ограждает ребенка от отцовской заботы С каменным строгим выражением лица Ребенок видит, с какой настойчивостью Его мать пресекает попытки вмешательства в его жизнь чужого Пугается и начинает плакать Переживает в этот момент острую тревогу При этом сначала малыш протестует А потом демонстрирует отстраненность То, как ребенок будет воспринимать своего отца В первую очередь зависит от того, как строят с ним отношения мать Уже в годовалом возрасте ребенок чувствует, если в семье не все хорошо Именно в этом возрасте дети начинают понимать Любят ли друг друга его родители Каковы отношения его матери и отца с их родителями Постепенно ребенок узнает две вещи Первая из них состоит в том, что существование его не всегда будет безоблачным Вторая же заключается в том, что он нуждается в родителях Ребенок растет, и с ним растут его тревоги Поначалу ребенок не осознает, что многие его тревоги связаны с родителями Но скоро выясняется, что это именно так Смысл любых слов доходит до ребенка в последнюю очередь А вот сдвинутые на переносице брови кулаки Грозное выражение лица для него очень показательно Даже такие слова, как «я люблю тебя» мало что значат По крайней мере, они не сопоставимы с грозным выражением лица Мать сразу начинает чувствовать любовь к своему малышу У малыша же теплые чувства к ней формируются в течение первого года жизни В этот период у младенца появляется доверие к ней И формируется привязанность к любимому человеку Доверие появляется в процессе теплого эмоционального общения Ребенок утверждается в таком отношении к окружающему миру И спокойнее переносит возникающие маленькие неудобства От 3 до 6-7 месяцев мать и ребенок существуют в диадном единстве Нормальный симбиоз Ребенок не отделяет себя от матери и не воспринимает ее отдельно Это важный этап в становлении отношений В это время начинают возникать представления о своем физическом «я» Проявляться удовольствие или неудовольствие Благодаря удовлетворению физических потребностей У младенца формируется его первый эмоциональный опыт Первая фаза от 0 до 3 месяцев Малыш ищет близости с любым взрослым Использует такие сигналы, как улыбку, звуки голоса, неловкие движения Подолгу следит за взрослым, желая вызвать у него ответную реакцию Мать еще не осознается как отдельное особое существо Вторая фаза от 3 до 6 месяцев Различает знакомые и незнакомые лица Мать быстрее реагирует на сигналы малыша, чем другие люди И ребенок чаще адресует свои сигналы матери Третья фаза 7-8 месяцев Ребенок развивает способность отличать одного человека от другого Формируется первая серьезная привязанность К тем, кто много и тепло общается Мать, отец, бабушка В случае надежной привязанности Младенец неохотно расстается с матерью И радуется ее возвращению Период слияния матери с младенцем важен Но если он чрезмерно затягивается То это тормозит развитие ребенка Мать часто является причиной задержки развития ребенка Поскольку она может неосознанно задерживать его в состоянии младенчества Охранять его от фрустрации Сохранять его для себя и не делиться им даже с отцом Надо дать ребенку помочь быть самостоятельной личностью И почувствовать, что жизнь увлекательна Если ребенок находится в контакте с отцом Если между родительными существуют Любящие и сексуально удовлетворяющие отношения То мать освобождает место в жизни ребенка И для отца, который в этом случае Начинает играть более заметную роль В психическом мире младенца Тем самым отец помогает ребенку Выйти из его слияния с миром матери Мать сдает жизнь, питает, защищает А отец побуждает к развитию Материнский почерк каждой женщины индивидуален Он зависит и от ее отношений с собственным отцом И от того, как она воспринимала общение внутри родительской пары Мир человека не исчерпывается измерением ребенок-мать В него включаются еще и отец, братья и сестры, бабушка и дедушка Все они демонстрируют ребенку различные виды взаимоотношений Современные мамы отмечают, что идеальной мамой быть трудно Хотя к этому образу любой женщине нужно стремиться А вот быть хорошей мамой – это более понятно Даже при наличии хороших взаимоотношений и любви друг к другу Возможны проблемы Усталость, раздражение, взаимные обиды и разочарование Все это неотъемлемая часть материнства Различные женщины выделяют отдельные качества идеальной мамы Которые, видимо, присущи им самим или которых, возможно, им не доставало в детстве Хорошая мама – это порядочный человек Взаимоотношения с детьми должны быть на равных Умение и желание быть вместе со своими детьми Чуткость – умение угадывать, когда ребенок в чем-то нуждается Способность не навязывать свое мнение, а помогать, когда ребенок нуждается в этом Кто-то ищет в маме друга, кто-то авторитет Кому-то необходим тактильный контакт, а кому-то важнее общение Хорошей маме следует знать это и по возможности этому соответствовать Ребенок должен принять свою маму, как и она его, безо всяких условий В этом залог нормального психического развития ребенка И хорошего самочувствия мамы Появление у нее чувства выполненного долга Ситуация Избирательное отношение ребенка распространяется не только на содержании его речи как таковой Но и на лиц, речи которых он подражает Одинаковое ли влияние оказывает на ребенка каждый, кто говорит с ним? Решение Нет, не одинаковое Кому-то он остается равнодушным Кому-то относится отрицательно Ребенок быстро перенимает как запас слов, так и особенности речи у тех, кто ему по душе Обычно это братья и сестры, которые оказываются более внимательными учителями, чем взрослые Ситуация Бытует мнение, если ребенок лишен возможности поддерживать стабильные отношения со взрослым, ухаживающим за ним То он не способен к крепкой привязанности Можно ли согласиться с этим утверждением? Решение Данное утверждение основывается на исследованиях ученых У таких детей не возникает ни страха перед незнакомцем, ни специфического чувства привязанности В 4-5 месяцев характерен избирательный характер общения детей со взрослыми Родным и знакомым он радуется Незнакомец, напротив, может напугать ребенка Ситуация Решение Это, безусловно, свидетельствует о появлении у девочки чувства привязанности к родителям У младенцев постепенно, к 6 месяцам, формируются эмоционально-психологические связи с любящим их человеком Материнскую любовь искусственно воссоздать нельзя Либо она есть, либо ее нет Эрих Фром Ситуация По данным Родхоум, отцы получали возможность контактировать с детьми, рожденными с помощью кесарево сечения Примерно в течение 15 минут после их появления на свет Им предлагали подержать ребенка на руках, поговорить с ним, погладить головку, ручки и ножки новорожденного Как такая ситуация скажется на последующих контактах отца с ребенком? Решение Такие отцы становятся более активными Проявляют больше внимания к потребностям детей Испытывают больше положительных эмоций при контактах с ним Отцы, присутствовавшие при родах, говорят, что они переживали эмоциональный подъем, гордость, росли в собственных глазах Вопрос Как сказывается раннее общение с отцом на психическом и физическом развитии ребенка? Ответ Дети, чьи отцы ухаживали за ним с рождения, показывают более высокий уровень умственного и физического развития Вырастают более эмоционально отзывчивыми В семьях, где это происходило, между супругами возникает единство целей И больше согласия в принятии решений по вопросам воспитания ребенка Мужчины в таких семьях имеют большее влияние на своих детей А те, в свою очередь, больше прислушиваются к ним, ориентируются на их мнение Сыновья хотят походить на тех отцов, с которыми у них теплые разносторонние отношения Вопрос Почему рождение так называемых поздних детей вызывает у мужчин более сильные и яркие эмоции? Ответ Существует психологическая связь между сформированностью отцовского чувства и уровень зрелости личности родителя Основные трудности незрелых отцов в том, что они не умеют извлекать удовольствие и радость из общения с ребенком Зрелость отцовских чувств выражается в любящем, понимающем стиле воспитания, ориентированном на ребенка Отец испытывает потребность в том, чтобы научить ребенка передать ему свой опыт, сделать ребенка своим наследником Вопрос Что происходит, если в семье доминирует мать? Ответ В результате доминирования матери и отчуждения отца нарушается положительная идентификация ребенка с родительскими моделями Возникает опасность трансляции искаженной модели отцовства на последующее поколение При нормальных условиях отец значительно влияет на половую идентификацию ребенка Для сына уже в раннем детстве он является своеобразным примером, моделью для подражания, а следовательно воздействует на формирование половой идентичности Как замечает Кон, пассивные отстраненные отцы оказывают незначительное влияние на формирование собственно мужских черт у своих сыновей При этом недостаточный опыт общения с отцом и отсутствие приемлемой модели идентификации ослабляют формирование отцовских черт у мальчика и юноши Что часто в будущем неблагоприятно сказывается на воспитании им своих собственных детей Вопрос Зависит ли гипермускулинность или агрессивность мальчишеского поведения от отцовского влияния в семье? Ответ Да, зависит При излишней зависимости от матери, от ее феминизирующего влияния, подросток бунтует В поиске своего мужского «я» он проявляет агрессивность Имеются данные о том, что подростки, привязанные к матери, испытывают затруднения в общении со сверстниками Функции отца в семье претерпевают сравнительно быстрые изменения Складывается новая модель отцовства, сочетающая в себе две формы эмоционального отношения к ребенку Условную отцовскую и, безусловно, принимающую материнскую любовь Ситуация В первое время ребенок нуждается в теплом дружеском общении с окружающими людьми, чтобы утвердиться в доверии к миру Значит ли это, что матери необходимо удовлетворять любые потребности ребенка И постоянно находиться около него, только бы он не плакал? Решение Нет, не значит Удовлетворяя все потребности ребенка, мы тем самым задерживаем процесс его психического развития Не даем ему возможности самому включаться в речевое действие по удовлетворению собственных потребностей Пренебрегать нельзя только теми потребностями, которые связаны с охраной жизни и здоровью ребенка Ситуация Молодая мама оправдывает то, что мало разговаривает с трехмесячной дочкой такими словами Чего с ней говорить, она еще мала, не понимает моих слов Ты не права, возразила ей соседка Ты молчишь, и она не научится говорить Будет ли ей плохо говорить дочь из-за того, что мать молчалива? Как мама должна беседовать с дочкой? Решение Чем больше ребенок в первые месяцы жизни слушает, и чем чаще мать отвечает на малейший лепет ребенка Тем интенсивнее развиваются его способности к овладению речью Существует два типа разговора, доставляющие удовольствие малышу Взрослый как бы говорит сам собой, описывая все, что делает, в тот или иной момент для ребенка Например, вот мама наливает в бутылочку молоко И как взрослый реагирует на то, что делает ребенок? Ты ударила по воде, смотри, водичка разлетается Пока малыш прислушивается к словам матери, смотрит на нее, лепечет, смеется Надо продолжать говорить Когда ребенок гулит или лепечет, надо стараться отвечать ему Повторять те же звуки, выражая свое понимание Я поняла, тебе нравится так сидеть Можно играть со словами Ребенку нужно что-то сделать, если он услышит определенные слова Полетели, полетели, на головку сели Чаще надо декламировать стихи Ритмичность, повторяемость звуков привлекает внимание ребенка Брунер отмечает, что уже в доречевой период у ребенка формируется несколько способов общения Первоначально это требующий способ Рожденные реакции дискомфорта, требования без пауз, предполагающих ответ Затем просящий способ, при котором крики менее настоятельны и появляются паузы во время ожидания ответа Затем обменивающий способ, когда вокализация используется, чтобы привлечь внимание матери к объекту И, наконец, взаимодействующий способ, при котором в совместной деятельности наблюдается разделение позиций Ситуация Молодая супружеская пара живет в однокомнатной квартире У них родился мальчик Квартира была такая маленькая, что невольно мама все время находилась рядом с сыном и постоянно разговаривала с ним Вскоре семья переехала в трехкомнатную квартиру У них появилась девочка Ей отвели самую тихую комнату подальше от кухни, где большую часть дня проводила мама Старший сын начал говорить, члена раздельно в 7-8 месяцев А его сестра в 10-месячном возрасте еще только лепетала Более того, в отличие от своего брата, который всегда светился улыбкой Девочка выросла тихой и молчаливой Что могло повлиять на различия в психическом развитии брата и сестры? Дайте психологическое объяснение Решение Безусловно, повлияла среда В частности, среда социальная Характер и частота общения с матерью Для ребенка очень важно развивать умение рассуждать, оценивать, воспринимать Здесь важно то, как ведут себя родители Что они делают и чувствуют Как разговаривают с малышом Это оказывает большое влияние на формирование личности ребенка Так ребенок, воспитанный неразговорчивым, угрюмым человеком, будет всегда не в духе Ситуация В некоторых детских учреждениях с круглосуточным пребыванием детей Воспитатели и родители часто отмечают отставание в развитии активной речи малышей У них отмечаются небольшой запас слов и недостаточная эмоциональная выразительность Назовите причины подобного явления Как преодолевать такие недостатки речи у детей раннего возраста? Решение Причина данного явления в недостаточной речевой деятельности взрослых Детям недостает впечатлений от эмоциональности А сами они не являются примером друг для друга Родители, забирая ребенка на выходные дни домой, должны больше разговаривать с детьми Чтобы у него совершенствовалось понимание речи взрослых И поощрять формирование собственной активной речи ребенка Ситуация Родители Кати один год пять месяцев Работают и одновременно учатся на вечернем отделении института Так как на воспитание дочери времени не остается Они отвезли Катю к бабушке в деревню Через год, когда дочь вернулась домой Родители обнаружили у нее неправильное произношение отдельных слов Чем объяснить подобное явление? В каком возрасте наблюдается сенситивность развития речи? Решение Сенситивность развития речи наблюдается в возрасте от двух до пяти лет Поэтому развитие речи Кати быстро шло под влиянием речи бабушки А она, видимо, говорила на местном наречи Ситуация Японец Масура Ибука пишет, что он начал учить английский язык в средней школе И его беспокоят ошибки в произношении и интонации английских слов А вот его сосед начал учить английский язык рано И он произносит английские слова очень правильно Дайте психологическое обоснование этого факта Решение Это связано с сенситивным периодом усвоения языка Ситуация Мама Наташи, девочке четырех месяцев Все время и на прогулке, и дома Постоянно что-то рассказывает своей дочери Напевает ей песенки Соседка сказала ей Ну что ты с ней разговариваешь? Она все равно ничего не понимает Правильно ли поступает мама Наташа? Какое влияние оказывает речь взрослого на развитие психики ребенка? Решение Мама Наташа поступает правильно Речь взрослого развивает положительные эмоции и речь ребенка Хотя малыш и не говорит, но уже слышит речь И определенным образом связывает слова с предметами окружающего его мира А когда вслед за развившимся слухом разовьется речедвигательный анализатор И ребенок начнет говорить То запас слов будет пополняться быстрее, чем у того ребенка С которым мало разговаривали в начальном периоде его развития Эмоциональное общение Может быть оптимальным и чрезмерным Оптимальное К 6 месяцам включать общение по поводу предметов и игрушек Чрезмерное При постоянном внимании взрослого происходит привыкание к нему Без включения делового общения Интересы к игрушкам не развиваются Оставаясь один он плачет Это влечет к тому, что к 6 месяцам Общение по поводу предметов и игрушек Перерастает в совместную деятельность ребенка и взрослого Ребенок подражает, а взрослый показывает образцы действий При затруднениях выполнения действий Ребенок обращается к взрослому за содействием Взрослый вводит его в предметный мир Привлекает его внимание к предметам Наглядно демонстрирует разные способы действия с предметами Помогает выполнять эти действия В 7-9 месяцев ребенок следит за движениями и речи взрослого Вторая половина младенчества характеризуется тем, что ребенку уже мало Чтобы взрослый лишь демонстрировал ему свою любовь, нежность и сопереживал ему Теперь он требует перехода к другому виду общения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok